Всем привет! На связи я, Андрей Бойлов, проекте «Обез воды», и сегодня мы с вами поговорим про прокачку ваших ссылочных доноров с ссылками, в том числе, с использованием доменов. Подписчик канала Антон спрашивает, даст ли эффект такая схема на жирном статейном сайте сделать статью со ссылкой на свой проект, зарегистрировать домен с ключом в названии, и с него 301-й редирект на эту статью, а новый домен уже прокатить ссылками и прогонами. Ну, довольно, ну, такая нетривиальная схема, так обычно никто не делает, и мы ни разу, честно говоря, такого не делали, поэтому, в принципе, вы можете попробовать и рассказать в комментариях, как у вас получилось, но обычно так никто не делает, то есть обычно делают более упрощенную схему, когда берут, ну, жирного статейного донора, ну, например, какой-нибудь там информационный, там, новостной сайт большой, с большим трафиком, авторитетные все дела, с него ставят ссылку, ну, размещают статью со ссылкой на свой проект, и эту статью прокачивают другими ссылками, ну, то есть ставят ссылку на ссылку, это называется, ну, там, многоуровневое продвижение, или как Миша Шакин называет, там, удар шершней, ну, в общем, там много названий у этой схемы, но по факту это вот многоуровневые ссылки, то есть они, там, первый уровень называется Тир-1, второй уровень Тир-2, третий Тир-3, и они вот ссылаются друг на друга, и последний донор ссылается уже на продвигаемую страницу. За счет разгона статического веса, ну, то есть вес с каждого уровня передается на следующий, на следующий, на следующий, и на ваш сайт прилетает в итоге статического веса намного больше, чем пришло просто с той статьей. И, как правило, этой схемы достаточно, то есть использовать историю с подклейкой доменов, с ключом названия, ну, обычно так никто не делает. В том, что вы описываете, есть логика, ну, как бы есть гипотеза, что это может лучше отрабатывать, чем обычная схема многоуровневых ссылок. В одном моменте, что вы будете регистрировать домен с ключом названия, если вы его прогоняете по каталогам, то у вас будет ссылка с этих каталогов, с этих прогонов, с этих, там, краудссылок, ссылка будет равняться или содержать название домена, а значит, ваш ключ, ну, потому что у вас домен, в данном случае, равняется вашему ключу, ну, то есть фактически вы страницу донора прокачаете нужным вам ключом. И, ну, если верить сторонникам той версии, такой теории, что страницы доноров при многоуровневом продвижении тоже должны содержать нужные анкоры, и это дает усиление ссылки, то, в общем, это есть, ну, есть в этом смысл, и, ну, в общем, можно так пробовать. Я не очень верю в эту историю, то есть наши, ну, такие не очень масштабные эксперименты, скорее такие тесты не подтверждают это, ну, то есть мы пробовали делать анкорно и безанкорно, прокачивать предыдущие уровни, и, в общем, когда мы прокачивали анкорно, эффект, ну, какой-то заметной разницы мы не получили. То есть статический вес передается больше, и, ну, в большинстве случаев немного лучший эффект получается, ну, или вообще никакого эффекта, или немного лучший эффект от, в принципе, многоуровневых ссылок. Но сказать, что когда мы делаем эти многоуровневые ссылки анкорными, ну, то есть включающими нужные нам для продвижения слова, то, ну, там такого эффекта заметного не заметили, то есть разницы какой-то не заметили. Вот, и, ну, можете попробовать, то есть можете попробовать, но, как бы, я в эту историю не очень верю. Минус, в принципе, многоуровневой схемы, ну, я в каком-то видео уже про это рассказывал, и в том, что вы, ну, гадите людям, которые разместили жирную ссылку у себя. То есть вы договорились там за, ну, например, там за 30 тысяч рублей разместить на каком-то мощном сайте ссылку, статью со ссылкой, ну, какой-то большой информационный портал. Ну, грубо говоря, возьмем там, не знаю, РБК какой-нибудь. И вдруг к вашей статье подклеивается какой-то домен, через эту подклейку подклеиваются там тысячи каких-то ссылок не очень хороших. Ну, и в случае, наверное, с РБК они даже, наверное, не будут отслеживать. Хотя если у них есть SEO-шник и хоть как-то за этим следит, то они заметят и вполне может вам за это прилететь. Ну, потому что штука, ну, неоднозначная. Вы же не будете к себе подклеивать всю эту, ну, всю эту неоднозначную ссылочную массу. Вы специально подклеиваете через вот эту ссылочную прокладку для того, чтобы себе не навредить, потому что так бы вы просто к себе это все, это всего мусора налили и все. Вот, и они это тоже понимают, и рано или поздно, массово используя такую схему, вы столкнетесь с тем, что вы будете получать претензии от этих ребят. То есть некоторые сейчас стали ставить с этой статьи, ну, так как вы нарушили, типа, там, условия размещения, ну, или даже там, если даже явного обсуждения именно этого не было, что не ставьте на многоуровневые ссылки, то, ну, просто, типа, им не нравится, что вы им гадите, и многие из них начали ставить 31 редиректы вместо размещенной статьи. Ну, то есть фактически вы ставите 31 редирект на эту статью со тысячи ссылок, а она 31 ссылается на вашу, например, главную, и, ну, фактически ваш сайт получает все эти тысячи ссылок к себе, ну, что, мягко говоря, не очень хорошо. Вот, поэтому, ну, и просто могут, ну, а в случае с крупными ребятами информационными порталами, ну, просто могут на вас там и в суд подать и прочее. Прецедентов этого пока не было, но претензии могут быть. Поэтому просто имейте в виду, что это может быть пока не очень сильно, но рискованно. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.